Дистанционное мошенничество набирает обороты. С каждым днём преступники придумывают новые схемы обмана. И с каждым днём, несмотря на предупреждения, всё больше людей попадается на их уловки. Сотрудники Люберецкой полиции продолжают вести профилактическую работу. На этот раз они проводили разъяснительные беседы с жителями Малаховки. Подробности далее. Чстили случаи мошенничества. Будьте повнимательнее и ознакомитесь с брошюрой. Предупреждён – значит вооружён, считают сотрудники Малаховского отдела полиции. Поэтому регулярно раздают брошюры с информацией о дистанционном мошенничестве. Сегодня вряд ли найдётся человек, которому ни разу не поступали подозрительные звонки. Кто-то пытался снять деньги с вашей карты. Чтобы не стать жертвой преступников, достаточно придерживаться одного золотого правила. Я обычно, когда они звонят чужие, не беру трубку. Слышу чужой разговор, я тут закладу трубку и всё, никаких разговоров. Но если разговор всё-таки состоялся, не спешите выполнять требования незнакомых людей. В этом году на территории обслуживания Люберецкой полиции по статье 159 возбуждено 244 уголовных дела. Если вам поступают смс-сообщения или звонки якобы от представителей банков и в связи с блокировкой карты, например, или с просьбой сообщить личные данные, а также данные вашей кредитной карты, номер карты, либо набрать определённый номер в банкомате, запомните, никакие представители банка звонить вам не будут и просить у вас информацию личного характера. Также сотрудники правоохранительных органов напоминают, что если вы стали жертвой мошенников, нужно не умалчивать об этом, а обязательно писать заявление в полицию. В этом году стражи порядка раскрыли 49 дистанционных преступлений.